Если вы в теме канадских новостей, то уже наверняка слышали о законопроекте о гарантированном доходе в Канаде, который в последние дни наделал, наверное, не меньше шума, чем пандемия и вакцинация. Ставьте лайк, и я сейчас все разложу по полочкам, там много чего интересного. Привет из Канады, меня зовут Алекс Павленко. Я уже не могу спокойно заходить в соцсети, потому что везде, просто везде обсуждают этот законопроект. Если вы еще не слышали об этом, то у вас наверняка вопрос, а что вообще происходит? 22 февраля депутат от либеральной партии Жули Джерович представила в парламент законопроект С-273 о гарантированном базовом доходе. Ссылку на него оставлю в своем телеграм-канале, смотрите там описание к видео. Что такое гарантированный базовый доход? Это когда государство регулярно выплачивает всем жителям страны определенную сумму денег, независимо от того, сколько они зарабатывают, работают ли они вообще и так далее. То есть государство, по сути, платит вам деньги просто так. Вот что я нашел в кармане, вон, ваша зарплата за год. Вам не надо больше работать, можете, например, купить большой телевизор в кредит, коробок чипсов, ящик пива, отдыхать постоянно. А вам каждый месяц на счет будет заходить какая-то сумма. Халява? Давайте разбираться и смотреть историю, ведь это уже было. Пару раз в Канаде уже проводили такой эксперимент. В 70-х годах и не так давно, в 2016-м. И оба раза оказалось, что выплаты значительно улучшили жизни людей. Они стали больше следить за здоровьем, реже обращаться к врачам, и кто-то нашел другую работу. Но, несмотря на пособие, люди не перестали работать, и даже те, кто уволился, сделали это для того, чтобы пойти учиться. А еще сама идея базового дохода предполагает, что снизится преступность, потому что будет меньше бедных. Про преступность, возможно, я согласен, но я не согласен, что народ будет работать. Например, когда Трамп впечатал доллары и раздавал их направо, налево, мне жаловались знакомые предприниматели, что их сотрудники просто забили на работу. Одни проводили время на пляжах, другие же стали делать ремонты. Что еще интересно, власти провинции Остров Принца Эдуарда уже целых два года просят федеральное правительство выделить их жителям деньги на гарантированный доход. И сейчас они тоже сказали, что согласны протестировать эту систему в своей провинции. Я не знал, что так можно, надо будет и мне тоже попросить не платить налоги за этот год. Жили Джерович, которая выдвинула законопроект, заявляет, что ее поддерживают коллеги из либеральной партии во главе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Хотя сам Трюдо всего год назад говорил, что он вообще не при делах и вводить гарантированный доход не будет. Я в нынешнем премьер-министре разочаровался, он больше смахивает на трепло. Например, он раньше обещал отменить пошлины при подаче на гражданство. Надо ему напомнить, а то на мою семью надо приличную сумму заплатить. И тут опять обещание раздавать всем деньги. Где же он их возьмет? Вернусь к Джерович. Она считает, что программа гарантированного базового дохода может вывести многих канадцев из нищеты и обеспечить им стабильность, доступ к образованию и возможности для трудоустройства. Во время пандемии это особенно важно, потому что многие люди потеряли работу. Сейчас каждый девятый канадец испытывает бедность. По секрету расскажу, что канадцы особо и не хотят искать работу. Зачем это им, если можно получать пособие? Чтобы как-то привлечь рабочую силу из эмигрантов и так давно рекордно опустили проходной балл в экспресс-энтри, я про это снимал отдельное видео, оставлю ссылку в углу экрана, а также в описании к этому ролику. Есть еще одно исследование о том, что гарантированный доход принесет экономике аж 800 тысяч канадских долларов в год и 600 тысяч новых рабочих мест. Звучит очень круто, правда? И экономика в плюсе, и люди на халяву получают деньги. Напишите в комментариях, хотели бы вы получать деньги просто так, и делает ли правительство вашей страны что-то в этом направлении. Но теперь перейду к грустному. Не все так хорошо, как кажется, потому что в законопроекте C273 нет ничего практического. Там мне описано, как вводить гарантированный доход, в каком размере и как часто его выплачивать. По сути, в законопроекте просто предложено министру финансов разработать разные стратегии, протестировать их, а потом оценить, что лучше работает. Я даже не знаю, можно ли при таком раскладе чего-то ждать в ближайшие годы. Хотя Джерович и говорит, что ее в партии поддерживают, законопроект представлен не от партии, а просто группой депутатов. Нет вообще никакой гарантии, что он дойдет до королевского утверждения. Вы ведь знаете, что Канадой правит британская королева. Конечно, многие чиновники против, потому что гарантированный доход может урезать всякие программы социальной помощи и так далее. Кто-то считает, что нужно просто расширить те соцпрограммы, которые уже есть, а не вводить что-то новое. Сотрудники по бюджетным вопросам парламента уже посчитали, что федеральный базовый доход будет стоить 76 миллиардов канадских долларов в первый год, и потом по 44 миллиарда в следующий год. И это значительно больше, чем те 800 тысяч, которые он может принести экономике. Есть еще одна инициатива «Ходотайство 46» о гарантированном минимальном доходе. Его предложила депутат Ли Газан в августе 2020 года, не так давно. Но как-то оно прошло мимо и не захайпилось. Газан предложила создать гибкую систему базового дохода в зависимости от стоимости жизни в каждой провинции и территории. И также «Ходотайство» предлагает как раз расширить действующие социальные программы. Однако ее предложение тоже никуда, судя по всему, не продвигается. В общем, я был бы, конечно, не против получать просто так деньги от правительства, но не знаю, что будет с законопроектом C-273, пока я не уверен, что дело зайдет дальше, чем просто обсуждение в интернете. Но за законопроект уже даже создали петицию, так что если вы живете в Канаде и считаете, что гарантированный доход очень нужен, то можете ее подписать. Все ссылки оставлю в своем телеграм-канале. Оставьте в комментариях свое мнение об этом, нужен ли гарантированный доход в Канаде или в вашей стране. Верите ли вы, что Канада может принять такой закон? Мне будет очень интересно почитать, может, даже вместе подискутируем. И, конечно, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и до встречи в Канаде. Ну и колокол там тоже дернете.